всем привет с вами канал далее от города я не на коновалова спешу похвастаться вам мне супруг из старых палетов сделал садовую мебель это вот такой вот комплект кресло стол значит мы у меня была ткань старый гобелен мы поехали в город купили поролон и шили вот такие вот сидушечки теперь на завязочках чтобы было удобно и мягко сидеть теперь у меня во дворе везде возле дома и так вот на брусчатке будет стоять вот такая вот мебель по работа в саду можно сесть отдохнуть ну или либо за столом попить чай пообедать решили не выкидывать старые палеты а смастерить вот такое вот вот такой вот мебель которая достаточно удобная и на мой взгляд практичная зацените выглядеть это будет примерно как то так осталось последние недели перед пасхой и хочется максимально привести двор в порядок после холодов и заморозков наступила такая вот прям природная благодать тюльпаны практически все расцвели радует своей красотой еще немножечко и они уже все отцветут и хотелось бы еще порадоваться вот именно такой вот яркостью начала весны предвкушение лета позади заморозки значит ну кое-что конечно побила но сейчас в общем я сегодня высадила все помидоры решила в этом году больше уделить внимание помидорам черри черри вишни посадила желтые черри обычные черри плетущиеся и помидор кадет как я нашла выход из ситуации хочется как бы редиску поесть и уже помидоры пора сажать вот на редиска у меня уже крупная вот какая смотрите и значит я вот такие вот значит вымерила до 60 сантиметров между рассадой и значит вы дергивали редиску и посадила уже высадила в грунт рассаду помидоров значит по краям видите как мы вот у меня муж сделал грядки по центру у нас будут огурцы и помидоры а по краям перец болгарский и кабачки здесь у меня будет помидор кадет который кустовой до 50 сантиметров мне одна женщина подсказала как лучше сажать более оптимально сажать в теплице сажать четыре огурца вот в начале и пусть они у тебя растут а в середине где-то июня начиная высаживать уже огурцы во дворе когда ветра по утихнут когда погода устаканится салат посеяла значит зашел в общем теплица осталось что сказать ждем теперь плоды ждем теперь того чтобы перчик баклажаны все начнут плодоносить помидор у меня уже начинает свести поэтому пришлось экстренным образом перед домом сделали такую такую зону релаксации посеяли травку и посадили значит шарики и елочки которые будут достигать высотой не более 80 сантиметров но в одном месте постоянно у нас погибает елка уже прям третий год подряд покупаем сажаем и в итоге все равно она у нас погибает не знаю с чем это связано вчера буквально я уже и пролила и марганцовкой и потом мне посоветовали пролить значит там всякими удобрениями и кипятком что только не делала последняя наверное попытка вот эти елочки у нас должны быть вот так вот по периметру не больше 80 сантиметров сейчас покажу вам произведение искусства которое соорудил мой муж из того что было это у нас муларник заказов этом году много на птицу сделали загон на 50 птиц значит вот такое ну тут еще много инструментов тут еще ничего не доделано вот такой домик здесь будут у нас жить муларды первую половину сначала первую партию муларда возьмем потом я идея буду брать вот этих кроссов которые до 17 килограмм вот такой вот домик чтобы они когда дождь или прохлада прятались но здесь будет загон рассчитана эта площадь где-то на 50 мулардов но это будет скученность они начнут щипаться подрезать клювы и я не хочу как бы не могу я это делать поэтому наверно 25-30 штук будут у нас птицы ну а туда дальше я буду брать индиек мулардов берем мы уже подросших поскольку не хочу я брать маленьких птенцов пусть лучше взять привитых пропоенных в общем как говорится поменьше проблем чтобы было так что у нас уже вот пусть устаканится погода и птица давайте давайте приезжайте к нам на поселение вот еще покажу вам представляете беда какая была уже зацвела у нас абрикоса все начали опылять и и шмели шмели уже пчелы и минус пять мороз видите как почернело дерево целом мы уже готовимся к жаркому летнему сезону мы значит подсушиваем и убираем маточники поскольку покрывать в зиму уже в лето мы не будем вот сейчас последние роды сегодня завтра послезавтра укральчих сейчас пойдем посмотрим у нас к красная новозеландка как-то что там что-то ну пух нарвала пуха много интересно родила она нет ой родила родила девочка наша родила умничка такая ну все мы не будем тебе беспокоить сейчас я тебе яблочко принесу жары толком нету мая нету значит конец апреля а уже видите как страдают кролики на улице поэтому мы молодняк а в дальнейшем а кроликов на племя будем уносить в гараж сейчас я покажу муж у меня уже сделал временные клетки и уже мы молодняк туда переносим а потом это остальных перенесем вот мы сделали такие временные клетки ставим сюда у нас климатические наши условия очень суровые сейчас я поверну камеру климатические условия очень суровые в конце мая и три недели в течение июня у нас идет дикая мошка и она у нас может даже скотину заедать досмотрите поэтому в том году мы боролись керосином солярка это очень сложно просто очень сложно постоянно бегать вешать и вот эти вот марлю на улице и все равно и плюс комар а комар это миксоматоз вы знаете поэтому в этом году мы приняли решение делать такие вот облегченные клетки и прохладное место в гараж убирать их поскольку мы сокращаем поголовье сейчас молодняк у нас весь подрастет и заберут его и сюда вот так по периметру будем ставить значит тех которые оставляем на плене кролики как говорится зиму на улице переносит легче чем лето поэтому бегать постоянно морозить и вот эти баклажки с водой ставите все неких менять но это как бы сложно поэтому лучше вот так вот таким вот образом помните видео где вам показывала что мамка умерла парализованные ноги у нее были и мы кормили подносили крача вот они пожалуйста живут здесь уже подросли вот они красавцы вот они маленькие конечно конечно маленькие но что еще мы сегодня сделали там много чего сейчас буду белить бордюры уж очень мне это нравится а сейчас пойду вам покажу что наш председатель сделал нашего поселка жары толком видно вам кучку земли или нет но это земля с навозом каждый год председатель перед первым мая завозит нам вот значит на несколько домов вот такую кучку земли и значит сейчас покажу песок вот там дальше куча лишь от песок на песка это значит делает он раз для того чтобы люди которые живут на это на улице брали песок и землю в своих нуждах это как бы наши традиции обычаи если управление есть излишки денежных средств он подвозит песочек подвозит землю или навоз вот в этом году песок и земля такая удобренная с навозом вот такое у нас правление а 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 или Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok